привет друзья привет ребята сегодня будет видео как починить надувной матрас у мною есть матрасы и со временем бывает такое что он начинает спускать под спускать либо полностью спускает давайте сегодня вам покажу как его как выявить причину где он у вас пробился и как его можно устранить и тем самым продлить службу вашего матраса и не тратить деньги на новые для начала давайте его сейчас накачаем полностью так друзья но после того как мы хорошо очень хорошо накачали насос берем мыльный раствор то есть воду мыльную и пропшикаем полностью весь матрас там где будет воздух проходить дырка будет бульбашки но я думаю для начала нам надо будет перерывнуть и проверить дно потому что более вероятно что именно дно какие-то веточки могло пробиться ну принципе мы сейчас все тут обработаем вот а вот смотрите дырочка ищем еще может еще где-то что то есть так больше на дне мы принципе щели не видим видим вот тут она как прямо свистит так Так, после того, как мы смыли мыльный раствор и определили где у нас течь, вот она, вытираем насухо тряпочкой это место. И берем маркер, чтобы мы потом, когда его спустим, знали где у нас эта пробоинка и обводим это место. Делаем такое солнышко. Друзья, ну вот пришло время клеить нашу пробоину. Будем мы это делать с помощью вот такого вот наборчика, у нас есть обзор для ремонта камер. Первое, что нам надо будет, вот мы где пометили, где тут эти все отверстия, вот они, порезы такие пробили. Нам будет сейчас подобрать латочку, потом наждачкой зачистить тут латочку и в принципе приклеить и прижать. так достаем набор, смотрим большую или маленькую. Давайте уже большую, чтоб уже наверняка. Наждачка делается для того, чтобы лучше приклеивалось. Заклеили мы наш матрас. Точнее, попытались это сделать. Вот, что-то оно плохо клеилось. В общем, заклеил по краям, чтоб оно не отклеивалось. Еще с содой прошел, не знаю. Сейчас будем надувать и посмотрим, держит он или нет. Так, ну что, вот мы накачали. Видим, что по звуку ничего не слышно. Пытаемся смочить. Еще раз проверяем, чтоб не было никаких болит. Так, ну в процессе ремонта нашего матраса я понаходил еще несколько разных отверстий, более-менее меньших, которые очень слабо сифонили. Поэтому пришлось позаклеивать тут латочки, сделать тут. И к чему я пришел, что вот этот клей, который шел в комплекте, он не годится. Самый лучший вариант, это обычный супер клей. Он хорошо склеивает, очень быстро и очень, между прочим, качественно. У кого будет возможность, просто обычный этот жидкий прозрачный супер клей. Либо такого варианта, либо какого-то другого. Просто наносите, прижимаете, держите чуть-чуть и все. И оно у вас очень хорошо заклеивается. Также хочу, как вариант, вам показать способ, как можно отремонтировать еще проще. Вот если вот у вас, например, есть пробоина, вы нашли, спустили матрас. Вот вы видите, вот тут дырочка. Можно даже без латочек, потому что не у каждого есть возможность купить, заказать или вообще где-то есть латочки. Можно даже с помощью вот такого вот клея, супер клея, это все отремонтировать. Как это все делается? Вы просто берете клей. Вот у нас тут нету дырочки, да? Ну вот я вам просто на примере сейчас покажу. Для того, чтобы заклеить, потому что все равно в эксплуатации у вас будет очень много дырочек. Все очень просто. Вы просто берете, например, у вас, допустим, дырочка. Вы видите ее. Вы просто берете в эту дырочку просто капельку этого клея. Оп! Просто капельку маленькую. Все, нанесли. Видите, да? Маленькая капелька. Просто маленькая капелька в эту дырочку. И все, ждете. Оно подсыхает. Оно становится, сразу герметизирует отверстие. И все. И на этом ремонт закончен. И через это оно пропускать не будет. Вот это и весь ремонт. Чтобы не накладывать. Это я уже специально латкой накладывал. Чтобы вы знаете, что более есть возможность, ставлю латкой. Но если у вас нету возможности, можно с помощью суперклея вот так вот. Точку поставили на это отверстие и все. У вас матрас будет целый и отремонтирован. Вот еще допустим. Вот тут у вас отверстие. Просто прямо в отверстие капельку вот такую нанесли. Оно и в отверстие туда проникнет. И вот таким образом оно полностью загерметизируется. И оно чем плюс, оно будет хорошо держаться. И оно вам не будет портить внешний вид самого, например, тут матраса. Не будет вот этих латочек и всего. Вот это тоже проверенный способ. Очень хорошо работает. Берите на заметку и пользуйтесь. Таким вот методом можно очень быстро, очень легко и очень качественно отремонтировать ваш старый матрас. Поэтому жду ваших комментариев. Напишите, получилось ли у вас так быстро же отремонтировать. И, конечно, благодарите. Жду ваших колокольчиков на подписку. И обязательно ставим лайки. Спасибо, что посмотрели. Мне было приятно помочь вашей проблеме. Так что пользуйтесь вашими матрасами. Не выбрасывайте. Все можно починить, как оказывается, очень быстро и очень качественно. Всем хорошего дня. Жду на своем канале. До скорой встречи. До свидания. Ахида, ребята. Чуть не забыл. Обязательно подписываемся на канал моей жены Екатерина Мироненко. У нее вообще очень много интересных видео. Кулинария и все прочее. Так что обязательно переходите, подписывайтесь. И всего вам самого хорошего. Спасибо. Продолжение следует...